всем доброе утро вот так мы спим он пытался меня разбудить но я не поддавалась на провокацию до моя радость кто-то так мы и спим такой сладкий он хочет давно уже встать потому что там кто-то ходит там кто-то мешает но я его не выпускаю со мной будешь да со мной будешь все начинаем день уже вот вы не поверите меня всю ночь спать не давал знаете что у нас потеплело типа того и вот как так у меня и это уже 2 вчера я 1 это того а этот второй уже представляете и он не не давал спать потому что своим меня просто выводил из себя и я себя хлистала по морде целую ночь гад сейчас я совершу неплохой поступок но снимать я это не буду потому что как бы вдруг youtube заблокирует это же все-таки будет акт такой ну вы сами понимаете представляете в феврале вас есть дома комары феврале у нас есть вы не поверите знаете что я готовлю оля рамен да это же так называется в общем мне уже давно такие супчик захотелось что-то мне такого вот аля соус какую-то кастрюльку как наварю ой как чутье меня поет иногда хочется вот такого вот и такую дребедень я вот так предварительно ломаю потому что мне вот это вот длинное что не нравится запахло пишите в комментариях вы делаете такое еду мне кажется такую еду все делают я туда еще сосиски кинула ой ням ням няшечки какие-будет помешаем все немного поварю и зеленый лучок туда накрошу потом в тарелочку и будет такая вот вкусняшка у меня что-то сейчас ехала домой я сегодня припоздала на работе и так мне захотелось думаю все сейчас приду ролл там а я их все время знаете смотрю смотрю они там лежат меня и это соблазняют думаю сейчас я забабахаю себе блин у меня еще хлеб закончился вообще весь хлеб мы сожрали точно надо сейчас еще хлеб за это замутить а то на утро нечего кушать как же мой соловей поет еще знаете что туда добавлю мазика совсем такой не аппетитный не это не ппшный будет обед ну что раз можно в жизни так что вот так пока помыла короче две горы посуды но здесь просто они большие у у меня уже подошла опара сейчас я буду туда добавлять муку и в общем все остальные ингредиенты и замешивать тесто будет у меня хлеб на тосты потом не кусочек не оставили гады так масло надо растопить немножечко себе заварила уже чай сейчас попью вот так вот и приготовил уже место где мне будет подходить мое тесто смотрите какой классно вообще не липнет к рукам шикардосные но место смотрите какое я здесь положила вот такой вот нагреватель он уже нагрелся ставлю вот так и укутываю пледиком чтоб все ему было тепло и хорошо и все прошло 20 минут наверное два раза поднялось а я пойду белье сниму у нас знаете на завтра передаю дождь вообще на следующей неделе похолодает опять вот но уже заметно так прохладненько стало соседи открыто окно приехал что заехал что зато ветра нет но обещают и ветер и все дела что-то там моют похоже опять соседи у нас будут интересно какие видите как все у нас облачно туманно ну ладно такая погода тоже хорошая я сегодня не пошла гулять потому что всю ночь не спала вот из-за этого комара и вообще что-то плохо сегодня спала и короче уснула проспала повстала уже где-то около пяти ну если куда-то идти то говорю лучше я хлеб испеку вот в общем да машинка на старую вроде бы как машинку муж сказал деталь уже заказал скоро отремонтируют потому что это мне все равно не нравится машинка она ну обычная знаете это моя была хорошая и туда и я теперь знаете чё я раньше у меня подруга я каждый день стираю я не понимала как так можно каждый день стирать ну там я вообще очень люблю чистую одежду то есть знаете я люблю чтобы она пахла свежестью чистотой вот поэтому тоже я думал считаю ну считаю что там частыми мы меняем одежду вот и я удивлялась как так стирает каждый день там вот пока не начала стирать в эту просто у меня там машинка она огромная написано что на десять килограмм но там у меня одеяло двухспальная нормально влезает и стирается то есть если я действительно сейчас если не каждый день стираю ну то в неделю раз пять точно потому что машинка туда вообще ничего не влазит вот и я теперь ее прекрасно понимаю почему она каждый день стирает хоть с двумя маленькими детьми вот все дела вот и поэтому я раньше раз два раза в неделю стирала когда у меня та машинка огромная была а сейчас пять раз в неделю есть разница вот но та машинка стирает лучше я в холодной воде всегда стираю одежду но в этой ставлю на 60 потому что она не такая мощная ну так обычная знаете какая то так что буду надеяться что скорее мне отремонтируют мою ту смотрите какой хлебушек получился толстый зато нигде не это не расщепенился классный по ходу нас точно соседи появились не хочу соседей в общем буду сейчас грибы делать пожарю с макошечкой а потом гречку просто отварю и все в общем у нас гости я конечно очень недовольна потому что во первых такая ситуация во всем мире какие гости во вторых вообще не люблю когда у меня кто-то дома чужой вот ну радует одно что днем эти гости находятся у сестры точнее гость один летом гриб упал и знаете какой безалаберный мы дали ясно понять что не надо у нас гостить а ему по барабану а вдруг мы не увидимся ляля ляля тополя на недельку до 2 причем раньше останавливался в отеле и было все очень приятно пока муж ему не предложил у нас заночевать я его чуть не убила за это вообще что ли не того какой у нас где у нас чарли вообще чарли это вообще отдельная история грибы мой потому что вы мой чарли вообще не любит никого и вот представляете бедная собака в общем да триндец капец но благо это ненадолго сейчас помою грибы вот ну конечно нервничаю я очень я не люблю всяких гостей знаете есть люди гостеприимные там любят гостей я не из таких тем более знаете если бы либо какие-нибудь хорома в три этажа то может быть а так но благо хоть это жрать не надо готовить нет я просто сразу предупредила что я работаю какие мне гости вот потом когда муж согласился я на него наорала а у него живу врачи вроде как марте потрат назад уже никуда не уедешь марте потрат вот и он типа ой а мы вот работаем нас дома не будет там до куда ничего страшного я днем у сестры побуду блин нашел выход такой знаете нагловатый ну ладно ничего страшного переживем а еще я на тему про врачей знаете что хотела рассказать как у меня обнаружили щитовидку в общем потому что это такой случай может быть кому-то поможет или потому что мне подруги спрашивали ой как у тебя все это получилось типа так это это не просто так пошел то есть там тебя же не направляет на какие-то анализы типа иди у тебя щитовидка в общем я знаете одно время прям помню начало у меня во первых выпадать волосы очень сильно язвала у меня были длинные волосы я очень за ними ухаживала всегда вот и то есть у меня хорошая грива была не там не красилась никогда когда волос длинных было я никогда не красилась в общем все было чики-пики и тут у меня очень сильно выпадают волосы прям вообще жесть вот я купила на купила всякие витамины начала пить там ля-ля-ля то поля ну ничего не проходило потом я такая нервная стала я и так это нервно-психическая а тут я просто знаете была огонь я например как сейчас помню стояла около кассы и вот женщина если разговаривать разговаривала ну они там начали болтать то есть задерживаться хотя она работала но кассирша я прям стояла и представляла как я ее головой об эту кассу чтобы она работала быстрее представляете вот и потом я поняла что со мной что-то не так но это так нельзя я нервничать просто шла калмок нерв была и всего меня бесило вообще абсолютно все вот все меня бесило что светит солнце меня бесило хоть волосы на голове рви хотя их там и так не было вот я пошла опять к врачу меня пошла к врачу меня направили психо психиатру и психологу психологу а вот направили психологу вот значит я пошла к психологу но тогда я особо по испански это не разговаривала то есть от слова совсем и то есть что со мной психолог как он будет со мной беседы проводить никак и он знает что выписал мне препараты в общем от которых я вообще было помню лето вообще спала вот 24 часа я вообще не сплю никогда да ну как сплю но я не любитель сна а тут я просто я приезжала на на пляж на это меня привозили на пляж у меня была такая раскладушка я ее раскладывал и спала и все я спала спала потом думаю что я так всю жизнь просплю и в общем забросил эти таблетки нахрен они мне нужны правильно вот и потом все таки опять обратилась к врачу что что-то не так и вот мне начали уже назначили на всякие анализы ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и вот таким образом получилось что у меня вот щитовидка у меня там не сильно что-то там было что там операции какие-то делать мне просто выписали препараты вот потом я их пила и вот она знаете как у меня увеличивалась уменьшалась и какое-то время вот потом я начала худеть ну на худеть я начала потому что сама заходила худеть вот потому что ну и врач сказал типа худей и и вы знаете когда я похудела щитовидка вроде бы это гормоны же да ну вроде как что они там орут вроде бы как наладилась вот и на данный момент у меня ее нету вот таким образом у меня образовалась щитовидка а вот буквально месяца три назад я пошла к врачу опять сдала на анализы на эту щитовидку и мне врач когда помните говорил он такой ты чё таблетки пьешь я говорю да у тебя уже там у тебя не у меня давай щупать везде у тебя вот тут нету у тебя вот тут нету я буду да нет ничего не болит ничего не это брось таблетки типа они тебе оказалось что у меня уже ничего нету я не знаю может такой быть не может но нету блин какой это лакучий вот таким образом друзья но помню те времена это было что-то я такая нервная была меня так все бесило вообще я как вспомню зато потом с таблеточками так спала хорошо 24 часа в сутки благо я надеюсь в те времена не работала это было очень давно и так ладно буду я жарить парить и все будет чипики пики так я обжарила лук добавила шампиньоны сейчас немного их обжарю и добавлю немного венца такого обычного столового и такие очень вкусные грибы завтра отварю себе гречку ну а им может быть они сейчас также хотят найти яйцо добавят и будет вкусно чёрно видите как разговаривает так что вот так пишите в комментариях вы любите гостей нет если бы это мои были гости там моего племянники или там знаете мои сестра вот это было волоха но тут блин чужой дядя ты безалаберный ну как безалаберный бабки есть бабки есть но почему не пойти в отель а типа все нормальные отели закрыты а летом какого хрена там не сидел в отеле и старой квартире а в старой квартире когда мы жили рядом с сестрой прям ему там вообще лака была потому что он знаете что он вставал утром а у нас комната была прям рядом с дверью я когда там было зашибись потому что я вообще не видела вот ой а у нас на улице приехал уже года четыре назад наверное женой приехал ой но это было трындец капец они по-моему развелись мы значит ее повезли там показывать достопримечательности она ой тут меня тошнит тут меня не то тебя возишь а ты еще и это королевишна вообще не прямо как он добраться сейчас везде эти не ставьте всем по барабану все делают что хотят так что вот так вот испанские родственники ядрит мадрид я помню тогда была тоже в восторге так он нет я первый раз когда знаете даже обрадовалась думаю класс там типа родственники потом как-то это он прям долго жил долго потом обиделся не приезжал с приписью чё тут говорить да что ж ты так вот друзья вы любите гостей родственников рыба моя рвется бэнди мою счастье уже прибыли много кэта баса кэта баса кэта баса кэта баса чё там не понимаю молчат все друзья буду мазаться кремиками и пойду на покой и вам всего самого наилучшего не встретимся с вами завтра не забываем подписываться ставить лайки ждут вас комментарии всего самого наилучшего всем пока пока